Опасность провалиться под лед не страшилка для детей, а реальной истории жизни. Только в прошлом году в Шелковском районе зафиксировано два таких случая, один из которых закончился летальным исходом. Спасатели вытаскивают из проруби мужчину. На Клязьме проходит учение. Но сколько может оказаться реальных спасательных операций, не может предположить никто. Именно поэтому сотрудники МЧС устраивают ежегодные учения при участии районной администрации и глав поселений. Их цель не просто рассказать о технике безопасности, но и продемонстрировать работу спасателей в экстренных ситуациях. Ходить можно по льду толщиной от 10 сантиметров, но бдительность необходима всегда. Рядом с тонким льдом может оказаться открытая вода. Если уж вы решили выйти на тонкий лед, невзирая на все риски, то обязательно подготовьтесь. Существует ряд недорогих приспособлений, чтобы самому вытащить себя из воды. Например, ручки с когтями. Спасатели также рекомендуют не ходить на рыбалку по одному, а перед выходом о месте обязательно сообщить родным или близким. Прежде чем броситься спасать утопающего, необходимо позвонить с берега в службу спасения 112. Если вы убеждены, что рядом толстый лед, попытаться вытащить человека можно с помощью подручных средств, веток или досок. А если рядом установлены вешки, то их тоже можно использовать. А после оказать первую доврачебную помощь пострадавшему. Мы знаем, есть места массовой рыбной ловли, где обычно рыбаки собираются. Там надо поставить подобного рода приспособление для того, чтобы реакция была быстрее. Гораздо быстрее, чем даже вот здесь. Ну и, соответственно, я еще раз говорю, обязательно или арендаторов водоемов, или владельцев водоемов, чтобы были первичные средства медицинской помощи. Также Алексей Валов призвал установить везде, где необходимо, таблички «Тонкий лед» с предупреждением о возможной опасности. Пока лед на воде не встанет, спасательные службы рекомендуют быть особенно внимательными. Наши сотрудники, спасатели, периодически объезжают, то есть практически каждый день по водоемам, когда патрулируют, к рыбакам обращаются, призывают быть внимательными, не подходить к краю. После учения, исполняющий обязанности руководителя администрации, вручил аварийно-спасательным службам ключи от двух новых спецавтомобилей – автовышки и эвакуатора. Мы заметили здесь, что, в принципе, и персонал, и оборудование готовы к подобной роду операциям по спасению людей. Служба спасения у нас достаточно эффективная в городском поселении, в Щелково. Конечно, дай бог, чтобы мы каким-то образом филиалы сделали во всех поселениях, и мы потихонечку от работы начинаем. Думаю, что и со временем во всех поселениях появится подобного рода оборудование. Спасатели готовы реагировать на происшествия, но трагедий было бы меньше, если бы никто не забывал о правилах безопасности.